Мандариновое дерево – уход в домашних условиях. Велик соблазн съев сладкий ароматный мандарин, воткнуть в землю косточку, чтобы через какое-то время получить деревце. Однако сегодня цитрусовую культуру можно приобрести в виде саженца в садовом магазине, зато выбор сортов довольно велик. Мандариновое дерево – уход в домашних условиях. Нельзя назвать цитрусовые домашние растения неприхотливыми. Напротив, они весьма требовательны к температуре, влажности, освещению, составу почвы. Но при полном следовании правилам агротехники, растение будет расти, цвести и плодоносить даже на обыкновенном подоконнике. Комнатный мандарин – как растет мандарин в природе. Вечно зеленое дерево – мандарин – лат. Ситрус ретикулата принадлежит семейству рутовый лат. Ратоси – способна вырасти до 5 метров высотой и давать до 7 тысяч плодов в год. Все современные сорта и гибриды происходят от дикорастущих форм родом из Юго-Восточной Азии. Такие холодостойкие сорта способны выдерживать похолодание до минус 8 градусов. С помощью обрезки усиливают их ветвление, придавая нужную форму кроне. Самый северный в мире мандарин выращивают на побережье Черного моря. Описание цветка растения в базухах листьев обычно образуются одиночные или парные бутоны. У обычного мандарина 5 белых или кремовых лепестков образуют венчик, в центре которого расположены тычинки. Пыльники и тычинок часто вырастают недоразвитыми. Цветок может дать год, в котором семечек не будет, особенность сорта серии онши. По этой причине дерево плодоносит в одиночестве, хотя есть виды, нуждающиеся в рекрестном опылении. Цветок мандарина в субтропиках Мандарины цветут с февраля по апрель. У разных сортов сроки цветения колеблются в широких пределах, а есть еще ремонтантные, у которых одновременно на ветках бывают цветки и плоды. Традиционные сроки созревания – с ноября по декабрь. В тропическом климате деревья без какой-то стимуляции цветут несколько раз в течение года. Созревание плодов длительное, оно занимает до 10 месяцев. Первый раз молодые деревца цветут в возрасте 5-7 лет, но привитые саженцы зацветают на 2-3 год. Виды и сорта для комнатного выращивания В горшках выращивают видовые формы, гибриды, различные сорта мандарина. Высота их не превышает 1,5 метра, а крона путем обрезки формирует древовидную или кустовую. Добиться их плодоношения дома несложно. Коломондин так еще называют цитрофортунелу лад. Цитрофортунелу микрокарпа – представительницу у семейства рутовые. Представляет собой гибрид кумквата и мандарина. Его мелкие темно-зеленые глянцевые листья обладают приятным ароматом. Обильно цветущие и плодоносящие деревцы отлично себя чувствуют в комнатных условиях. Комнатные коломондины, домашний павловский ремонтантный гибрид мандарина с помело выведен в Г. Павлова. Дерево высотой до 1 метра цветет крупными до 3 сантиметров оперечники цветками из 4-8 лепестков. Бутоны розово-фиолетовый, а при полном распуске – белые. Плоды сладкие, состоят из 12 долек, общим весом до 80 грамм и до 7 сантиметров восточной долготеаметре. Павловский мандарин юбилейно очень похожий на классический апельсин растения. Является гибридом мандарина сорта мягого вася с апельсином. Размножается методом черенкования. Плоды созревают в октябре. Кована вася очень популярный во всем мире. Сорт кована вася – ситресаншаю кована вася является мандарином, принадлежащим обширной группе онши. В составе группы есть линия вася, включающая на настоящий момент 7 сортов, среди которых кована – родоначальник. В СССР возделывается с 1937 года. Сорт создавался для горшечного выращивания, достигает полной зрелости за 3 года. Пятилепестковый цветок до 4,5 см в оперечнике дает сладкие крупные плоды из 8-13 долек, созревающие всего за 5-6 месяцев. Мандарин кована вася император – популярный декоративный сорт комнатного мандарина. Невысокие деревца охотно зацветают с 3 года жизни. Растение дает обильные урожаи с декабря по январь. Плоды покрыты толстой ароматной кожурой, которая легко отделяется от мякоти. Уншиу отличительная особенность плодов этой сорта серии – плоды слегка приплюснутой формы, в которых может не быть семян совсем или их очень мало. Окраска кожуры мякоти – желто-оранжевая. Вкус кисло-сладкий. Все представители возделываются в промышленных масштабах в Японии, а в нашей стране – в Закавказье. К сведению. Почти все комнатные мандарины, которые можно купить в садовых центрах, относятся к Уншиу. Мандарин сорта серии Уншиу Империал выгодно отличается на фоне прочих комнатных разновидностей и крупностью плодов. Они вырастают до 80 грамм весом, имеют очень сладкую и нежную мякоть. Традиционное созревание приходится на ноябрь. Шиево мекан – очень быстро растущее дерево, остающееся при этом компактным. Листья крупные темно-зеленые. Плод небольшого размера, на вкус кисло-сладкий. В комнатной культуре ценится за декоративность, особенно во время обильного и пышного цветения, сопровождающий гасисельным приятным цитрусовым ароматом. Мандарин Шиево мекан – цитро фортуниэла так на латыни называют коломондин, поэтому никакой разницы нет, речь идет об одном и том же растении. Отлично подходящее для выращивания в комнатных условиях. Уход за мандариновым деревом. Правила ухода общие для всей многочисленной группы мандаринов и гибридов. Некоторые современные сорта менее капризны, но предпочтения у них одинаковы. Режим полива – поливать мандарины можно только теплой водой, которую подогревают до 30 градусов, сперед этим скипятив и остудив. Земля всегда должна быть чуть влажной, но не мокрой. Круглый год крону необходимо опрыскивать зимой, утром и вечером, летом до 4-6 раз за день. Подкормка. Чтобы не нанести растению вреда, для подкормок рекомендуется приобретать специализированное комплексное минеральное удобрение для цитрусовых. Удобрять мандарин следует во время полива, не превышая указанной концентрации, чтобы не опалить корни. Важно! Подкормку вносят строго в рекомендованные производителям дозировки с апреля по октября 1-2 раза в месяц. Особенности ухода в периоде цветения – ключевое условие для формирования бутонов. Большое количество солнечного света. Горшки ставят на южные и юго-восточные подоконники. Если световой день слишком короткий, организуют искусственную подсветку. Повышать температуру не следует, она должна быть ровной в течение всего теплого времени года. Важно! Следует поддерживать высокую влажность, регулярно опрыскивая листья теплой водой. Особенности ухода в периоде покоя с наступлением зимы температуру можно понижать до плюс 14 градусов. Этот период требуется мандарину для того, чтобы в следующем сезоне дать плоды. Количество поливов сокращает, но не допускает окончательного пересыхания грунта. Если на ветках есть плоды, такой режим их созревания не повредит. С середины декабря до середины февраля подсветку можно не включать. Для стимуляции обильного цветения весной следует обрезать концы побегов. Подготовка к зиме-осенью частоту поливов плавно сокращает, подготавливая дерево к зимовке. Опрыскивание тоже делают реже, оставляя только утренние и вечерние, но заботиться о растении не прекращают. Очень хорошо в этот подготовительный период провести плановое профилактическое опрыскивание против вредителей инсектицидами и окорицидами, например, фитовермом. Это делают даже при отсутствии видимых признаков заражения, так как лечить уже пораженное дерево намного труднее. Как вырастить мандарины с косточки в домашних условиях? Каждая косточка, извлеченная из зрелого плода, потенциально способна дать жизнь дереву. Разумеется, используют только налитые семена плотные на ощупь. Если бросить такие в стаканы с водой, они утонут. Условия для проращивания косточки мандарина Чтобы косточка проросла, ее требуется сначала замочить. Для этого на три дня проращиваемые семена заворачивают во влажную салфетку или помещают на мокрый ватный диск, но не кладут в стакан с водой. Закрывающая круглая скобка Правильная температура в это время должна быть комнатной, а тарелку ставят на ярко освещенный подоконник. Проращивание мандариновых косточек Этапы проращивания косточки мандарина Будучи увлажненными, помещенными в рыхлую почву, мандариновые косточки сначала набухают, а потом из них проклевываются роски. У различных сортов на это уходит разное количество времени, обычно минимум две недели. Горшок с помещенными в него предварительно замоченными семенами держат обязательно на свету и в тепле около плюс 20-25 градусов, регулярно поливая. Накрывать сверху прозрачной пленкой или стеклом совсем не обязательно. Достаточно каждый день проверять влажность почвы и при просыхании смачивать путем опрыскивания. Важно! Накрывать колпаком горшок не надо, так как сеянцы сразу должны оказаться в комнатных условиях. Как выбрать плод нужной зрелости и отделить косточку? Для посева выбирают косточки из хорошо созревшего, можно даже подгнившего плода, с которого без усилий можно снять ярко-оранжевую или красноватую кожуру без зеленых пятен. Недозревшие цитрусы – это не готовый продукт. Семена внутри еще находятся в стадии формирования, поэтому даже при успешном проращивании растения из них появятся слабые. Семена тщательно промывают и ополаскивают в растворе фунгициды или марганцовки. Потом просушивают. После этого можно попробовать их посадить и прорастить. Подготовка места для ростка мандарина. Роскомочим важен яркий солнечный свет и отсутствие прохладных сквозняков, на которые они реагируют сбрасыванием листвы. Если световой день короткий, устанавливают подсветку. Каждый день показавшиеся в горшках ростки нужно опрыскивать теплой водой из пульверизатора. Обратите внимание, вращать горшки с ростками и взрослыми мандаринами вокруг своей оси нельзя. Некоторые из них на это реагируют сбрасыванием листьев. Подготовка грунтовой смеси – оптимальная кислотно-щелочная реакция грунта pH равно 5,5-6,5. Этот показатель важен, так как кислая почва категорически не подходит цитрусовым. Почвоз смесет посадку, готовят с добавлением перегноя, песка, вермикулита, древесной золы. Это лучше сделать своими руками, чтобы получить рыхлый воздух и влагопроницаемый субстрат. Важно! Добавлять торф почву нельзя, так как это ведет к закислению, губительному для цитрусов. Выбор горшка. Не нужно сажать ростки в большие горшки. Если количество грунта существенно превышает размер молодой корневой системы, то неизбежно будет нарушен режим полива. В идеале почва не должна просыхать, ее должны осушивать корни, активно впитывая влагу. В ративном случае земля станет закисать, что приведет к созданию губительных условий для мандарина. Объем почвы должен быть немногим больше корневой системы. В первые месяцы подойдет 100-граммовый пластиковый стаканчик. Как только корни упрутся в дно, следует пересадить мандарин. Прививка мандарина методом окулировки намного важнее наличия на дне посадочной емкости крупных отверстий для стока лишней влаги. При посадке не повредит поместить на дно тонкий слой дренажа из керамзита или крупного песка. Даже в самом юном возрасте, 5-6 месяцев, сеянцы уже можно прищипывать для формирования крона и прививать, не забывая каждые 2 недели подкормить. Режим полива сеянца мандарина сложно научиться поддерживать оптимальную влажность почвы в горшке мандарина, но сделать это придется. В жаркое время растения поливают каждый день, так как они очень активно поглощают влагу, но при этом держать их корни в мокрой почве вредно. Из-за переувлажнения в тепле и развиваются различные грибковые заболевания, из-за чего мандарины могут погибать. Вот почему в воду время от времени добавляют противогрибковые препараты. В комнатных условиях мандарин может доставить немало хлопот, ухаживать за ним следует, руководствуясь внушительным перечнем строгих правил пошаговой инструкции. Это отпугивает новичков, и все же красота деревьев и их ароматные листья и цветы притягательные плоды то, за что их очень любят и выращивают во всем мире. В комнатных условиях.